Привет, ребята! Дорогу, Санёк! Доброе утро, наши большие и маленькие телевизорники! Доброе утро, Капа! Ну что там? Погоди, погоди, у меня ещё поросят надо покормить! Ну, что ты, ферму там? У меня ферма, ферма там! Погоди, ну что? Ещё зарядник! Пауэрбанка нету? Нет, Капа! У меня зато есть детские настольные игры советского времени! Потому что у нас в гостях вновь Ира Светоносова! Ира, здравствуй! Доброе утро! Ой, как хорошо, что у меня телефон сел! Вот! А тут не нужно было никаких зарядников, ничего! Пока у тебя есть силы, ты можешь играть! Ира, расскажи нам про эти игры! Я принесла очень мало, на самом деле, игр! В советское время настольных игр было огромное количество! О, настолки! Конечно, не было гаджетов, не было электронных каких-то вещей! Все играли вот такими простыми... Доминошки! Например, домино! Домино-вариант или с обычными цифрами! Или крыжовник и помидор! Да, давайте вот сейчас... Значит, нужно было посмотреть, у кого есть... Ну, давайте будем в открытую играть, да, у нас... Давай в открытую! У кого есть два одинаковых? У меня два крыжовника! Ходите! Я первая, значит, крыжовник! Ага, крыжовнику нужно ставить крыжовник! А, крыжовник! Крыжовник, да! Здесь у нас, например, вот что? Это клубничка! Клубничка! У меня клубнички нет? Есть крыжовник! А это что у тебя, ирга? Или еще одна плодка? Это смородина! Смородина! И клубничка! О, у меня клубничка! А пахнет! Домино были разные, для взрослых это, конечно, те, мы помним, кто сидели во дворах... Да, и забивали... Рыба! Козла играли! Козла забивали, да! А здесь это детский вариант, почему бы и нет? Еще есть, конечно, это классная игра, это... Мозаика! Мозаика! Такие очень часто в детстве, в садиках были, чтобы у детей развивать мелкую моторику. Можно было сделать, например, цветочек какой-нибудь. Я помню, там еще были инструкции, какие узоры можно делать из этого. Я поняла, поняла! Да, но сейчас как бы мозаика продается, и она называется термомозаика, ты делаешь уже навсегда и насовсем, да? Нет, так не интересно! А так не интересно, а каждый раз хочется новое что-то сделать, поэтому ребенок вот что-нибудь собрал, рисунок, потом быстренько скинул... Слушайте, наверное, терялись, наверное, эти фишечки. Ой, да-да-да-да-да, это такая мелкая, которая как лего сейчас, да, по квартире по всей валялась. Ну, что делать? Сейчас мы покажем, как мы сырой собрали... Два цветочка. Ну-ка, давай-давай. У меня ромашка, а у Елины, не знаю, гвоздичка или... А нет, хоризонтема. Да, у нас такие красивые цветочки. У тебя на яичницу похожи. Лисбы о еде. Ну, это тоже хорошо. Ну, не здорово, не здорово, слушай. Конечно, яичница, это прекрасно. А это что? Есть еще одна игра, она интеллектуальная, это называется Эрудит. Сейчас они тоже, кстати, продаются и можно купить. Тоже выдаются фишечки, они выдаются на угад, например, по 7 штук. По 7 штучек. И нужно составлять слова. Да, один первый, кто составил слово, он начинает. И самое интересное, здесь еще на каждой фишке есть цифры. Это вы можете играть... Количество очков. Количество очков. Вы можете играть на очки. Да, на поле еще тоже есть разных цветов. А зачем? Это тоже удваивание. Удваивает, утраивает очки, да. То есть ты можешь прямо победить за счет очков, за счет баллов. Ну, Эрудит это дело известно. Эрудит классная игра, на самом деле. Ну, а вот самые простейшие. А вот это вот не самые простейшие. Я правильно на этих смотрю на своих родственников. Подожди, про родственников потом мы поговорим. А вот это что за игра? А вот эта вот игра, это электронная игра. Они появились примерно в 80-е и были тоже очень популярны. К ним шли карточки. Нужно было вставить карточку. Давайте вставляйте. Ага. То есть она перфорированная карта? Она перфорированная карточка. И нужно было вариант ответа выбрать. Если вы сказали правильно, то горит зеленая лампочка. Так, в какой последовательности проедут перекресток, указанный там? Здесь у нас изучение правил дорожного движения. Они были все как бы с обучающими такими функциями. То есть можно было по математике что-то. Или там по геометрии. Здесь у нас правила дорожного движения. Как Александр вспоминает. О, это очень сложно. Ну, давайте, ну, гад. Что? Они работают? Они работают. А, нет, или неправильно, подождите. Неправильно я ответил. Я неправильно, да. Вот, второй вариант, видите, зелененькая горит. Ну, да, они не ярко горели, поэтому... Слушайте, какая чудесная горитка. Да, вот они такие были разные. Про родственников, про родственников. Давайте. Расскажите капельку. Ой, ну, это классная игрушка. Они в детском садике были. Это просто, знаете, ну, как бы поиграть, посмотреть, как устроены физические предметы. Залипнуть можно. А тут еще иногда мы делали сюда, не знаю, там, кашу какую-нибудь клалили пшено. Казалось, что они действительно клюют его. Слушай, просто. Нравится? Вообще, прям, я прям завораживаю. Прям берешь и успокаиваешься, да? Да, да, да. Они же клюют, смотри, Саня, они клюют ведь. Клюют, клюют. Пойдем тоже сегодня поклюем, а Ире скажем спасибо. Ира, спасибо большое тебе. Играйте в игры, друзья, в настольные игры. Развивайте фантазию и мозг. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok